Здравствуйте! В эфире программа «Семь минут». Сегодня у нас в гостях Гудков Александр Павлович, временно исполняющий обязанности начальника управления Федеральной миграционной службы России Рязанской области. Здравствуйте! Александр Павлович, год уже практически подошел к концу. Можно ли подвести какие-то предварительные итоги и, может быть, какие-то нововведения были в управлении? Ну, как вы правильно ответили, то, что все, которые можем подводить итоги работы нашего управления за истекший период, это в основном связано с нововведениями, которые вводились в законодательство. В основном эти нововведения вводились в законодательство. Это по получению разрешений на работу, то есть лица с 1 января, имеющие разрешение на временное проживание, разрешение не должны получать, то есть имеют право устраиваться на работу без разрешений. Также лица, которые задействованы в сфере розничной торговли, жилищно-коммунального обслуживания, должны получать сертификат о знании русского языка. И у нас на территории в Рязанской области, на базе медуниверситета, открылись как раз вот эти вот курсы, где получают также сертификат. Также были связаны вот последние изменения с законодательством, когда законодательство было ужесточено в отношении иностранных граждан, то есть приняты безальтернативные решения по выдворению граждан. Все, которые вот эти нововведения, они как раз связаны, наша организация работы управления со всеми нововведениями, потому что динамично развивается законодательство, и мы, соответственно, с этим меняем свою деятельность. А итоги, тем не менее, какие-то? Может быть, статистика определенная? — Итоги, то есть наше управление, нужно сказать, в ЦФО стоим далеко не на последнем месте. Если брать по некоторым показателям, мы даже находимся, ну, уступаем, например, таким крупным только регионам, как Москва-Московская область, либо там, ну, Тула, которая тоже несравнена больше у нас. По остальным, по сравнению с другими регионами, которые находятся в ЦФО, мы гораздо выше по всем показателям, в том числе и в контроль надзорный фунт. Это относится и по привлечению к административной ответственности и лиц, которые работают без разрешения, либо которые привлекают без разрешения, которые также иностранных граждан, которые нарушают режим пребывания на территории Рязанской области. То есть мы везде, у нас рост примерно где-то на 10% по сравнению с прошлым годом, по всем этим показателям. Хотя личный состав остался тот же. То есть мы за счет перестроения, как я говорил, другой организации работы, вот эти показатели уже улучшили. Я думаю, многим рязанцам будет интересно, насколько же легко сейчас получить загранпаспорт? Ну, загранпаспорт уже неоднократно поднимался этот вопрос. Вопрос все-таки есть у нас сейчас, но это по объективным причинам и независящим от, хотел бы вот обратиться, пользуюсь случаем, независимо от УФМС по Рязанской области, это загранпаспортами старого поколения, ну, которые на 5 лет выдавались. То есть бланков просто нет. Их не изготовил госзнак, поэтому здесь лучше, чтобы не было никаких недоразумений, никаких граждан Рязани и Рязани. Хотел бы то, что обращается, пускай сейчас и оформляем паспорта, это нового поколения на 10 лет. Также можно записаться по госуслугам, по госуслугам, то есть записывайтесь и приходите, назначают. Не назначаем сейчас время из-за того, что очень большое количество обращений за паспортами. У нас, к сожалению, все пока в одном месте находится на Костачи-18, и мы, ну, если сказать, в этом году перешагнули исторический рубеж. Мы иностранных паспортов выдали больше, чем российских паспортов. Мы их за 8 месяцев выдали более 35 тысяч. И у нас по сравнению с... А этих, то же самое, ну, где-то на 100 мы российских паспортов выдали меньше. Это, а вы сами понимаете, за российскими паспортами обращаются и граждане, достигшие 14-летия, и при обмене. А здесь вот загранпаспортов уже выдали больше, чем российских паспортов. Поэтому проблема существует. Ну, сейчас мы постараемся... И сделали уже помещения у нас введены в Касимове, в САСове введены помещения для нового поколения. Сейчас вот, сейчас у нас мы открываем буквально на этой неделе новые здания в Скопине. То же самое планируем сделать, установить аппаратуру нового поколения. Это в Шилове. Также осуществляем, чтобы вся область сюда не собиралась, практически в неделю по два раза, выезжаем в районы и центры в крупный для оформления документов, приема документов на паспорта нового поколения. Пока проблема существует, но я думаю, мы ее будем решать и решать положительно. И все-таки, кому же сейчас проще получить заграничный паспорт, а кому придется постараться? Может быть, кому-то даже, в принципе, запрещено это? Ну, они в ограничении, во-первых, установлены и в соответствии с федеральным законом. В 114-м порядке въезда и выезда из Российской Федерации, значит, первое, то, что ограничения наложены, это на лица, которые допущены к сведениям особой важности, либо совершенно секретным, ну там на пять лет. И по решению межведомственной комиссии это может срок ограничен до 10 лет. Для лиц, которые проходят службу в рядах Российской Армии, либо альтернативной службы, до окончания этой службы за гранд-паспорт не выдается. Также для лиц, в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом, которые привлекаются в качестве обвиняемого, пока либо не будет вопрос решен снятия этого. Также для лиц, которые осуждены, для лиц, которые имеют обязательства и их не выполняют до выполнения этих обязательств перед гражданами, либо перед государством, либо при достижении согласия. Также, которые сообщили о себе при подаче документов на за гранд-паспорт, сообщили о себе ложные сведения. Ну и для некоторых категорий работников вообще запрещено выезд за границу. Но это уже решается ведомственными приказами в соответствии с федеральным законами. И также для граждан, если в отношении ребенка запрещен выезд, то есть вывоз ребенка, то есть то же самое. Вот эти практически все ограничения, которые установлены для получения за гранд-паспорта или увеличения срока его получения. Остальные граждане, если не относятся вот к этой категории, спокойно получают за гранд-паспорт и выезжают за границу. Все-таки, наверное, нам стоит с вами успокоить телезрителей, потому что многие до сих пор считают, что если у них есть непогашенный кредит, они не имеют права покинуть страну. Только по судебным решениям это совсем выносится, если ограничение не внесено. Поэтому в обязательном порядке, когда они получают за гранд-паспорт, при получении, мы здесь говорим о получении за гранд-паспорт, мы обязательно запрашиваем и судебных приставов, и другие органы. И если нет ограничений на него, мы спокойно выдаем ему паспорт. Поэтому еще раз, как судебные приставы, призывают убедиться, что им не закрыт выезд из Российской Федерации, и спокойно выезжать уже. — Говорят, что сегодня получить российский паспорт для приезжего довольно просто. Правда ли это? И не слишком ли мы вот так вот вальяжно раздаем российское гражданство, по вашему мнению? — Ну, российское гражданство получить вообще-то не очень просто. То есть первоначально, если иностранный гражданин, прибывший в Российской Федерации, законно находящийся на территории Российской Федерации, обязан обратиться, если он желает получать российское гражданство, первоначально обязан обратиться в органы Федеральной миграционной службы, то есть либо в наше управление, и получить разрешение на временное проживание. Разрешение на временное проживание ему, первоначальный этап, который получение гражданства удается, на три года. Он имеет право, прожив один год, получить вид на жительство, то есть подав документы по истечении шести месяцев, получить вид на жительство. И уже по виду на жительство он через пять лет может обратиться для получения гражданства. Да, некоторые категории имеют в этом вопросе, как бы сказать, упрощенном порядке, но это если там их много, и разные это надо смотреть конкретно, относящиеся к каждому. Но вот этот вот первоначальный этап разрешения на временное проживание и вид на жительство, его не минуют. То есть, поэтому здесь, ну, если берем по статистике, опять же, то мы за 8 месяцев у нас гражданство в Рязанской области получили, ну, порядка 750 человек, сами представляете, что такое для Рязанской области. Квота на временное проживание на Рязанскую область у нас на этот год 2000, ну, за 8 месяцев, вот сейчас она статистика есть, мы выдали менее, ну, полтора тысячи, менее полутора тысяч. И вид на жительство получили только 1200. У нас по виду на жительство проживает менее 4000 человек, и когда они получат гражданство, то есть имеющие право уже подавать на гражданство, не все они имеют право сразу подать на гражданство, как я уже. Так что, я не считаю, что вот гражданство раздается налево-направо. Это очень такой период, не то что длительный, но всегда исходит очень много проверок по всем линиям, и просто так вот паспорт российского гражданина получить, если кто-то предложит вам, то это неправда. Может быть мой пример будет некорректным и немножко смешным, тем не менее, вспомним год назад к нам в Россию переехал знаменитый французский актер Жерарда Парде, да, и паспорт российский он получил чуть ли не из рук нашего президента. Ну, это и решается то же самое, это есть и предусмотрено законом у гражданства, то есть президент может своим указом присвоить российское гражданство любому гражданину, то есть либо за особые заслуги, либо еще что-то. Поэтому он только по решению получил, по решению президента, по указу президента, что ему гражданство. Ну, повезло, что тут скажешь. Да, повезло. Александр Павлович, спасибо большое, что посетили нашу студию, очень приятно было с вами пообщаться. Это была программа «Семь минут», скоро с вами увидимся, всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok